Андрей Сидельников с нами на связи, политик, лидер международного движения. Говорите громче. Андрей, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Да, здравствуйте. По большому счету, есть определенно такое лицемерие, не впервые, да, но тем не менее в этом конкретном контексте в плане региональной политики со стороны Кремля. С одной стороны, президент России, да и весь Кремль показывает себе как сильную руку, которая вдруг что может прилететь в любой абсолютный регион России и навести шороху. Именно под эти приезды очень часто там красят траву и прочее, прочее, да, делают якобы вид того, что все прекрасно на самом деле в регионах. С другой же стороны, когда вот появляются такие проблемы, о которых мы говорим, обычные бытовые, дороги попросту нет, Кремль сбрасывает этот вопрос на региональных лидеров, региональных политиков. Так от кого зависит жизнь среднестатистического россиянина, далеко живущего от Москвы, да даже москвича, от Путина, от Кремля, либо же от региональных лидеров? Ну, на самом деле, зависит от самих себя, потому что власть России бросила население уже очень давно. Это не только выражается вот в момент сейчас полномасштабного вторжения в Украину, но просто так уже исторически сложилось. Ну, например, с сугробами в городах есть прекрасный способ бороться и бороться. Таким образом пишут просто на снегу, там раньше писали слово «Навальный». Ну и сразу же городские службы без каких-либо распоряжений сверху все это убирали. Поэтому, ну вот да, от самих себя только зависит, потому что можно, конечно, попытаться счастье написать в администрацию президента, писать письма. Какие-то случаи бывают показательные, как раз и делают там и колодцы роют, и дороги строят, и какие-то дома, какие-то животных дарит Путин или от имени Путина. Но если брать ситуацию в целом, то, конечно же, естественно, это зависит от людей, насколько они могут потребовать от местных властей решения тех или иных вопросов. Ну, мы видим прекрасно, вот вы только что сюжете показали, как, да, за митингом менять будут десанкционированные. Ну, опять-таки, здесь эта проблема самих людей. И, в общем-то, надо сказать, что мало кого волнует, если это не касается тебя лично. То же самое относится, между прочим, и к информации о войне. Если в семье нет призванного, мобилизованного или контрактников, то мало народов просто обращают внимание и стараются просто абстрагироваться от этого. Поэтому местные дороги – это забота тех людей, которые там живут, да и все остальные прелести бытия. Ну, и вот слово «война», конечно же, запрещено, но, тем не менее, тему войны всячески... Ну, да, уже не запрещено. Уже же не запрещено. Это раньше, а не поначалу, когда, да, там началось полномасштабное вторжение, да, было несколько месяцев. Или же слово «мир» теперь под запретом, да? Что? «Мир» – слово «под запретом». Оно не то, что под запретом, но оно, получается, власти реагируют именно как на войну, да, то есть в обратную сторону. В контексте. Вот мы обсуждали, что в Питере там куда-то пришли, и в витрине, значит, и разбили, и просили, и требовали убрать слово «мир». Вот это с этого лозунга советского времени «миру мир», да. Не то, чтобы это в запрете, но у нас же перестраховываются, у нас всего боятся, в том числе и чиновники, поэтому никто не хочет брать на себя ответственность, и лучше как-то это все подальше, подальше, и либо действительно убрать, чтобы, не дай бог, вдруг поменяется мнение в Москве, и они не успеют сориентироваться. Ну, так тоже бывает. Вот со словом «война» и с тем, как война насаживается абсолютно разными способами в России, было такое ощущение и в начале полномасштабного вторжения, да и, вероятно, даже спустя год, что все-таки россияне абсолютно не ощущают, что война на самом деле реальна, и есть у них такое ощущение, что это где-то далеко, как будто бы особенно они в этом не участвуют, и Россия в этом не очень-то замешана, и вообще там какая-то специальная военная операция. А как сейчас? Уже практически два года прошло, и вот эта вот военная тематика, ее становится все больше и в школах, и на улицах, и вообще культ российского военного, несмотря на то, что он был еще вчера заключенным, который убивал, насиловал и так далее. Это все сейчас действительно только больше становится этого в России. Появляется ощущение у россиян, как вы считаете, что все-таки война? Ну, все-таки ощущение то, что война происходит, это близлежащие к Украине регионы. Ну вот сегодня в Курске почувствовали и поняли, когда украинские солдаты сбили самолет, который должен был лететь в очередной раз, бомбить мирные города. Все, что касается за Москвой, если действительно, как я уже сказал, нету в семье участвующих в этой войне, то людей это не беспокоит. Туда же бомбы не падают, туда же, в общем-то, нету, не убивают граждан. Поэтому в близлежащих регионах, конечно, уже понимание есть. В общем-то, понимание есть, вот и жены мобилизованных пытаются что-то, каким-то образом вернуть своих мужей. Естественно, у них это ничего не получится. Чем больше будет груза 200 с российской стороны, тем, соответственно, быстрее понимание, что такое война и куда их ввязал всех Путин, придет, в общем-то, ну, если не в каждый дом, то уж, во всяком случае, это будет уже достаточно заметно. Пока, насколько я понимаю, погибших российских солдат чуть более 350 тысяч. Ну, вот когда к 500 тысячам и дойдет цифра, и перевалит, вот тогда могут начаться необратимые процессы до власти. Но думаю, что до так называемых выборов в марте следующего года вряд ли это количество, имеется в виду, к 500 тысячам подойдет. Все уже будет происходить после очередного назначения Путина на пятый незаконный срок. Добавлю, да, в контексте самолета еще нет официального подтверждения того, что Ту-22М3, скажем так, теперь не может бомбить украинскую территорию, в принципе, Украину. Но ждем подтверждения, и я думаю, будем несказанно рады. Скажу таким образом. Ну, опять-таки, подтверждение же может быть только с украинской стороны и западной, потому что мы же помним, когда Феодосии этот крейсер взорвали, когда его просто на куски разметало по всему городу, рассказывали, что вот он будет ремонтироваться. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что российские власти врут и не подтверждают и потери, не подтверждают они, соответственно, потерю техники, потерю живой силы. Так что здесь можно просто, наверное, подтверждение, опять-таки, ну, не знаю, мне кажется, ни вам, ни нам, ни наши зрители подтверждение того, что российские войска теряют свою технику и солдат, наверное, не нужно все-таки в большом счету. Главное все-таки здесь, чтобы люди в Украине, которые не находятся на фронте на сегодняшний день, которые живут мирной жизнью в мирных городах, все-таки и ночами спали спокойно, а не то, чтобы, когда сегодня у нас происходило во всей Украине, вот эти жуткие бомбежки и количество жертв среди мирного населения, ну, просто, как бы, тоже, получается, зашкаливает. А ведь эти люди находятся не на нулевой линии фронта. То есть здесь тоже подчеркиваю, одно дело, когда войны защищают и сражаются, и украинская армия пытается освободить оккупированную территорию, а другое дело, это мирное население, которое, в общем-то, не участвует в войне, да, и, в общем-то, прилетает ведь не на военные объекты, и мы прекрасно все видим, вылетают в больницы, в детские сады, в школы, в жилые дома, и это вот стиль Путина для того, чтобы покорить, нагнуть, поставить на колени украинцев. Но ведь этого не произойдет, мы тоже уже прекрасно понимаем, ко второму году полномасштабного торжества. Ну, вы знаете, да, часто об этом говорит, я повторю, наверное, эту фразу, видится так, что Путина не получается поставить украинцев на колени, но россиян Владимир Путин поставил на колени, если судить вот по среднему срезу, да, условному, как живут граждане Российской Федерации. Полномасштабная война, она вскрыла вот, в принципе, внутренние проблемы, которые есть на территории России, социальные, региональные, политические и прочее, прочее. Но в это же время президент Российской Федерации, бюджет которого, треть будущего бюджета на 2024 год будет потрачена на войну, заявляет о том, что мы построим магистраль до оккупированных украинских территорий. До Донецка, да, если мне память не изменяет, говорил, во время вот недавнего железнодорожного форума на территории России тратятся баснословные деньги на это, баснословные. Но, тем не менее, мы говорили о женщине, которую, простите, на ватрушке везли из больницы. Это просто, ну, идиотизм, простите, у меня нет другого слова. Почему, по вашему мнению, простой вопрос, но, так как наши зрители, в том числе, это граждане Российской Федерации, объясните им, пожалуйста, почему власть не обращает внимания на простые региональные проблемы? Простите, но залатать дырки на дороге, это ума много не надо, как и денег. Но готовится построить магистраль до временно оккупированного Донецка. Про траченные деньги на ракеты я вообще не говорю. Ну, здесь, не знаю, на мой взгляд, все достаточно просто. Украсть с местной дороги золотание дырок – это одна сумма. Одно таких огромных, больших, масштабных проектов. Представляете, какие откаты, какая вообще коррупционная составляющая вообще, собственно говоря, любого подобного проекта. Поэтому, конечно же, как бы власть имущим и те, кто пропихивают те или иные проекты, важно, чтобы было больше бюджетов, где можно больше было украсть. Ну, а что там украдешь, не знаю, там, с латания дыр где-нибудь там за 300-200 километров от Москвы или дальше? Что уж говорить, когда у нас в России люди не имеют вообще туалетов в домах. И это огромное количество людей, это же не единичные случаи. Я уж не говорю там про газификацию и все остальное. Поэтому, ну что, власть всегда поступала таким образом. Ну, а люди вот почему-то возмущаются как-то вяленько, я бы сказал, и не могут добиваться своих, в общем-то, законных прав. Здесь же речь идет о том, что как бы, вообще, как бы, если убрать вообще войну, то, ну, граждане России по конституции, которой они, конечно, уже давно и не живут, и власть просто ее, ну, не знаю, там, изнасиловала, по большому счету, да. Там же у нас изначально и были гарантированные все права, тем более все те же самые права на жизнь, на достойную жизнь и все остальное. Но люди не хотят смотреть дальше своего носа и, в общем-то, и не обращают внимания поэтому все, что происходит вне их пределах, их огорода, их забора. А вот когда касается их, уже как бы и им помочь некому и встать на защиту отстаивания прав тоже никто не хочет, в связи с тем, что, ну, у нас все вот в ручном режиме в России происходит, у нас управление страны вообще происходит в ручном режиме. Поэтому и возродилась вот это, наверное, сейчас в царской России вера в доброго царя, а бояре плохие. И, соответственно, люди там вымещают свое недовольство на региональных местных чиновниках. Ну, а им-то это, в общем-то, достаточно как бы так по всеми. Но ведь действительно качество жизни – это не только наполнение холодильника, это и, в принципе, право мыслить и как-то свои мысли, возможно, даже выражать. Если мы говорим о том, что каким образом россияне все-таки поймут, что как-то Путин – это, вероятно, не лучшая их судьба. Да, мы говорили, что есть те, которые поймут через холодильник. Но мы сейчас вспоминаем, что как молодежи, даже детям насаживается вся эта военная тематика и, в принципе, политика Кремля. И это уже речь абсолютно о другом поколении. И ведь действительно забрать у них свободу мысли – это обокрасть их, это, ну, практически украсть жизнь, потому что человек без мысли, он ни на что не способен. Так вот, как вы считаете, насколько действительно у Кремля может получиться сделать такое с новым подрастающим поколением? Почему? У меня все-таки есть надежда и некоторые сомнения на успех этого всего. Потому что, во-первых, кто-то из них уже успел побывать за границей, кто-то из них научился пользоваться интернетом и все-таки, может быть, я говорю о более старших, конечно, все-таки может найти какую-то альтернативу той информации, которую подает Кремль. То есть, ну, все-таки у них изначально жизнь была абсолютно иная, не такая, как у того поколения, которое мы, как себе полагаем, начнешь что-то понимать через холодильник. Ну, смотрите, вообще-то у меня, честно говоря, не такой оптимистичный взгляд, как у вас. Ну, в силу того, все-таки я 16 лет назад уехал, конечно, из России, я там все это время не был, но так или иначе я прекрасно понимаю, как устроена российская жизнь, российская власть, система управления и все остальное. Надо все-таки отдавать отчет, что целое поколение родилось и выросло уже, да, этим людям, те, которые родились тогда, когда Путин взошел на престол 23 года назад, им сегодня как раз 23-24 года исполняется. И это действительно уже поколение, которое должно было, по идее, уже закончить школу и выучиться в университетах, институтах, кто, собственно говоря, пожелал даже уже отслужить, по большому счету, в армии по призыву, у них нет вообще понимания, что такое сменяемость власти. При Путине права и свободы урезались каждым годом, сегодня просто отсутствует гарантированность этих прав и свобод, власть не проводит, не выполняет. Поэтому, да, некоторые из них уже были за границей, но при той пропаганде, которая существует на сегодняшний день, их поездки, перемещения, не знаю, туризма, заграничный, в общем-то, ничего не значит. Сегодня просто нужно, мне кажется, как бы четко давать месседжи такие, что, ну, в принципе, то, что вот это военизированное воспитание, назовусь, таким образом происходит сегодня в России, тоже удивительно ничего в этом нету. Но нужно просто понимать, что то молчаливое большинство, которое знает, что идет война, знает, что ежедневно убиваются мирные граждане и ничего не делает и просто молчит, они тоже в дальнейшем все-таки понесут ответственность в разных способах. Они понесут ответственность в виде репараций, другие понесут ответственность в виде люстрации, а кто-то, собственно говоря, получит такое возмездие за соучастие в преступлениях и соучастие в деятельности этого режима. И нужно тоже это понимать и месседжи эти отдавать, потому что действительно то, что происходит сегодня, в эти минуты, в эти часы, ну, безучастие такое молчаливое для меня, вот лично для меня, я тоже считаю, что это преступление и как минимум соучастие. Вот те граждане, которые собираются строем пойти на избирательные участки вот в этот предвыборный цикл, который все-таки выборами мы не можем назвать, потому что в России отсутствует этот институт на сегодняшний день, вот они тоже должны понимать, что их приход на участки, это тоже будет к соучастию в легитимации Путина и, соответственно, они будут принимать участие в преступлении. И за это они понесут ответственность. Да, эта ответственность будет, в общем-то, в протяженном времени, и это не случится там завтра или на следующий день после этих так называемых выборов. Но понимание, как бы, и объяснять это людям тоже необходимо, потому что, чтобы потом не было вопросов, а я тут при чем, я не виноват, я молчал все эти годы. Вот именно потому что молчат, зная, что каждый день убивают международных граждан в соседней стране, тоже должны понести ответственность за это. Нынешнее иногда тяжелое состояние, в основном тяжелое состояние экономики и прочего-прочего, социалки на территории России, пропагандисты и сам Кремль оправдывают тем, что, ну, слушайте, смотрите, тут НАТО на нас собиралось напасть. Мы даем тут ответ, да, вот почему-то на территории другой страны, Украины, которая не входит в НАТО, но это вообще третий вопрос, по идее, да, если судить по заявлениям Кремля. Говорят о том, что и путинцы, и прочее-прочее, что, слушайте, мы как только победим эту Украину, как только вот мы до границы с НАТО выйдем, все станет прекрасно. В случае, если Российская Федерация побеждает Украину, представимся, да, вот такую фантасмагорию где-то из больной головы одного из путинских приспешников, жизнь россиянина меняется в лучшую сторону или в худшую? Конечно, в худшую, на самом деле еще будет худшее. Все очень просто, потому что на Украине не остановится ни Путин, ни вот эта система. Она должна дальше пожирать все остальное. Ну, как вы себе представляете, сегодня даже говорят действительно, что во всем там солдаты НАТО, сегодня российский Шойгу там, по-моему, или кто-то еще рассказывал, что вот сбили три в Америке сделанные ракеты. То есть здесь уже как бы к Украине-то почему-то вопросов в этом плане нет, но то, что американские ракеты прилетели в Россию, вот это сейчас разгоняет пропаганда. Так что здесь сразу же почувствовать, что такое русский мир. Страны Балтии в первую очередь, Польша, это те, кто будут стоять на пороге вот этого Запада. Следующий этап, да, если мы уже говорим на фантастическую тему, если Путин действительно, ему удастся Украину победить, хотя я просто, ну, совершенно не могу не то, что допустить это, я просто даже не представляю, как это будет происходить. Если он считает, что никаких мер ответных не будет, ну, так могу сказать, что, собственно говоря, тогда я просто, как там, не знаю, как россиянин и как русский, я просто бы боялся жить на Западе, потому что тогда начнут просто резать подворотник каждого русского. Это как бы будет, если произойдет то, что мы вот предполагаем, или вот придумываем. Ну вот, ну а то, что как бы следующие на очереди страны Балтии и Польша, я в этом тоже ничего не сомневаюсь, то, что ракеты полетят в Лондон, Берлин, Париж и далее по списку европейских городов, я тоже в этом не сомневаюсь. Поэтому европейцы сейчас в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы Украина, которая сегодня героически сражается с этим фашистским режимом, сделала все возможное для того, чтобы победить, и они, соответственно, должны сегодня понимать, что если произойдет вот это худшее, что мы с вами сейчас придумываем, то и их граждане прямую, также будут мирные граждане, и в мирных городах будут погибать от путинских ракет. Поэтому сегодня, конечно же, необходимо удвоить, утроить военную помощь, ну и, конечно же, здесь уже работа большая предстоит и на втором фронте, на санкционном, здесь уже, конечно же, необходимо, на мой взгляд, уже достаточно жесткие шаги принимать, а именно уже нужно рассматривать вопрос о приостановке действия всех виз, выданной россиянам за последние годы, приостановке и высылке их обратно в Россию. Андрей, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Спасибо вам. Напомню зрителям, что с нами на связи был Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok